Радостный рев трибун раздался уже через 28 секунд после начала матча. Дмитрий Черных с передачи Дениса Мингалеева и Артема Кислова отправляют шайбу в ближний угол. А спустя еще две минуты Александр Степаненко удваивает преимущество хозяев площадки. Третий гол также не заставил себя долго ждать. Станислав Гореев реализовал большинство и точным броском сделал счет 3-0. После этого тюменцы, шокированные таким развитием событий, сменили вратаря. И до конца первого периода ему удалось сдержать натиск Тороса. Обязательно хотим сегодня выиграть игру, но на данный момент первый период проигрываем 3-0. Сейчас придем в раздевалку, внесут какие-то коррективы. Там будем решать, выходить все равно, играть на победу. Во втором периоде, пусть уже и не так лихо, но счет на табло вновь сменили нефтеканцы. Артем Гордеев на добивании с пятака забрасывает четвертую шайбу. Однако тюменцы, похоже, взяли себя в руки. Сыграв на контратаке, снайперским броском поразили ворота Александра Черепенина. А спустя минуту повторили свой успех. Большего добиться не удалось. На перерыв команды ушли при счете 4-2. Глупые ошибки, сами себе привезли голы. Надо играть так же, как в первом периоде, выполнять установку, и все будет хорошо. В обороне хорошо, надо выстоять. Ну и забить, конечно же. Это мы не будем забывать про голы. В третьей 20-ти минутке Торос дважды увеличивал преимущество в счете. Как и в двух предыдущих играх, отметился Станислав Голованов и броском с острого угла забросил пятую шайбу ворота Рубина. В середине периода нефтеканцы оказываются в большинстве. Никита Седиков, сыграв на добивании, оформил итоговый счет 6-2. Торос поднимается на третью строчку и готовится к следующей битве 2 декабря за Уральем из Кургана. Редактор субтитров А.Семкин